Продолжение следует... Привет, Антон. Аэронет, о чем это? Что это за рынок и, главное, как он изменит мир к 2035 году? Аэронет – это такой рынок, который сейчас развивается очень серьезно. К нему входит сейчас достаточно много компаний, много серьезных компаний. Ну и основное направление, конечно, развития, которое там существует – это беспилотники. Есть направление SpaceNet, и там сейчас идет большой замес по поводу легких ракет, которые уже запускаются с Новой Зеландии. И в России тоже хочет участвовать в этом празднике жизни по запуску микроспутников. Собственно говоря, основное то, что существует беспилотники – доставка еды дронами, всякое оснащение, ну то есть абсорс воздуха всего, и вся разведка, аналитика, все, что можно с воздуха делать – это серьезные задачи, которые сейчас стоят перед Аэронетом. В целом они уже начинают решаться, решается там задача роя дронов, сейчас шоу дронов существует, когда они красиво между собой взаимодействуют. Вот, естественно, все это проблемно регулируется, вот, большая задача Аэронета – чтобы дроны приносили не вред, а пользу. Вот, такая замечательная задача, и пока она не решена. То есть, вот это все регулирование с разрешением на запуск и все остальное – это серьезная большая проблема. Ну, многие любят поиграть с дронами, но вот все-таки есть какие-то глобальные изменения, которые они принесут в нашу жизнь к 2035 году. Я знаю, что очень многие размышляют над дрону такси, но оно вроде бы шумное и дорогое, и достаточно опасное. Это пока. Пока. Ну, мы же размышляем в рамках 2035 года еще. То есть, можно сказать, что мы в какой-то момент действительно в городах освоим третье измерение, у нас будет много-много-много-много ярусов. Думаю, не в городах, все-таки это, я думаю, между городами будет происходить. Но самое главное, когда сейчас проблема с дронами как-то в регионах, это когда охотники видят дрон, у них срабатывает рефлекс и его сбивает. Ну вот, надо, чтобы таких рефлексов не было. Вот, и тогда доставка медикаментов, доставка всего, что угодно в удаленные участки, оно при помощи дронов будет хорошо производиться. Ну, я знаю, что трубопроводы, дроны... Да, мониторят обязательно. Трубопроводы, как раз лэб постоянно надо обследовать, потому что... Сейчас это все вручную происходит. Вот. Там очень много задач, вот, и они потихонечку-потихонечку начинают решаться. Ну, дроны, это, конечно, классно, но давайте... Беспилотники. Не дроны, не дроны, а беспилотники. Беспилотники. Все-таки беспилотники бывают, и дроны, и они бывают просто летающие, и ездящие тоже беспилотники. Да, понятно, что самое, что нам больше всего нравится, чем сниматься, это, конечно, космос. Вот. Вот. Это ракеты, у которых есть свой шарм. Вот. Они только сейчас начали быть возвращаемыми. Вот. А до сих пор этого не существовало, и технология взобновляемых стартов, понятное дело, она очень важна. Она удешевляет сильно старт, и появляются новые задачи, когда... Ну, то есть, с одной стороны, можно утверждать, что сейчас спутники намного надежнее, поэтому их замещать надо реже, старты меньше нужны. Но я думаю, что создадутся такие задачи для космоса, когда старт ракет нужен будет постоянный, и он будет оправдан экономически выгоден. Вот. И действительно, малые ракеты, которые сейчас думают, что, ну, будет запущено там 400 спутников, у нас большой план в России. Вот. У Илона Маска запускается куча спутников. Ну, в общем, сейчас количество спутников просто растет, по-моему, геометрической прогрессии. Понятно. И легкие ракеты, они призваны будут замещать именно вышедшие из строя малые спутники, потому что они обычно образуют сеть. Вот. Это такое типа такси. Оно дорогое, но позволяет возобновить непрерывность связи. Будет ли это к 2035 году? Возможно, да. Мне кажется, с большой вероятностью ракетостроение выйдет на тот уровень, когда можно будет и спокойно летать в космос, как турист, не так дорого. Вот. И держать большие группировки спутников. Ну, заправляем. Именно спутников или речь идет уже о каких-то космических базах, которые будут крутиться на орбиты? Космические базы — это следующий большой шаг, да. Это уже... Ну, там не легкие ракеты, да. Там уже нужны тяжелые ракеты, которые тоже разрабатываются. Вот. Вот. Мы планируем с нашим робототехническим направлением, естественно, у нас в первую очередь нацелено было на космическую робототехнику. Вот. И сейчас мы надеемся, что все это позволит нам приблизить построение лунной базы. А дальше, естественно, экспансия Марса. То есть легкие ракеты, маленькие умные роботы, которые будут строить базы на Луне, а дальше на Марсе. Вот куда на самом деле рынок Айронет ведет человечество. Да, есть еще замечательное направление. Кстати, забыл, чтобы перебью тебя. Это... Оно очень интересное. С философской точки зрения — это добыча полезных ископаемых с астероидов. Это тоже такое... Выглядит сказкой. Экономически непонятно, насколько это круто и выгодно, но звучит очень классно. Ну, то есть если мы сюда астероид платины притащим, понятно, что она станет дешевой, как грязь. Вот. Но ее будет много. Хорошо. Это все выглядит круто, фантастично. Многие из нас смотрели сериал «Экспансия». Но, может быть, уже сейчас можно делать какие-то шаги в это будущее. Не только вам, высококолобым ученым, но и нашим слушателям. Да. Ну, мы над этим работаем. Но, на самом деле, очень важно, чтобы то поколение, которое болеет космосом, оно не врождалось. Оно, наоборот, становилось все... Как бы оно передавало свои знания, передавало свои навыки молодому поколению. Ну, потому что космос — это мечта. В первую очередь, это... Космосом занимаются люди, которые очень сильно любят мечтать. Мы в том числе. Вот. И вот это то, что не было возможно, скажем так, век назад вообще об этом как бы слабо думали. Вот. Но все смотрели в небо. Вот когда стало возможно полететь в космос, это там событие, можно сказать, 20-го века — полет в космос. И сейчас открываются огромные горизонты для того, чтобы расширить все это. Углубить свои знания, углубить свое понимание Вселенной. Создается куча аппаратов научных. Вот. И мы, естественно, об этом тоже думаем. И создали для этого ракетостроительный чемпионат, который позволяет понять вообще, как устроено реактивное движение, как строятся ракеты, какие есть миссии, как это работает. То есть, естественно, мы начинаем с вау-эффекта. Так как у нас занимаются и... Участники маленькие, начиная с 12 лет, мы делаем гидропневматические ракеты. Это ракеты, которые летают на воде. Они могут летать много раз, но это всегда классно. Всех обливают водой. Вот. Это, естественно, в жаркое время надо проходить. Вот. У нас сейчас как раз будет финал в Калуге. И мы там будем запускать ракеты. Водные. Летают они метров на 40, а мировой рекорд, вот подумайте, водные ракеты, это 961 метр. Это просто на воде с сожжатым воздухом. Вот. Тоже, по-моему, ребята из Новой Зеландии его поставили. Очень классно можно посмотреть видео, как они это делали. То есть, там 2 литра воды находится под давлением 72 атмосферы. И, соответственно, вот все вот это, чтобы все это сделать, это такая хорошая научная работа. У нас действительно они летают там на 3-4 атмосферах, 40 метров, но зато весело. Вот. И дальше уже идет некая инженерная составляющая. Конечно, мы очень надеемся, что у вас все должно работать слаженно. Они разрабатывают механизмы системы спасения. Ну, то есть, делают парашюты. То есть, рассчитывают скорость спуска. Делают именно инженерную составляющую, как должно срабатываться, когда должно срабатываться. Программируют микроконтроллер. То есть, вся вот эта стек технологии, которая нужна для того, чтобы проект реализовать целиком. Начиная от того, как рассчитать ракету и заканчивать тем, как запрограммировать там контроллер, чтобы он раскрылся на нужной высоте. Все сработало, механика. И потом еще обработать данные. То есть, всегда сейчас, на первую очередь, конечно, выходит аналитика на первый план, когда ты что-то провел и всякие бигдаты. И интернет вещей. Все это аналитика. И вот эту навыку мы обучаем также обязательно. То, что ты что-то подумал, то есть, ты запроектировал ракету таким образом, что она аналитика у тебя на определенную высоту и спускается с определенной скоростью. Ты это запроектировал, показал данные, провел эксперимент, проанализировал, и потом показал, как у тебя теоретические данные используются, практические. Вот. Это такой комплексный проект. Получается, что ты подтверждаешь свои теоретические знания. Вот. А это начальный уровень. Дальше у нас действительно идут уже, ну и по плотным ракетам идут, как раз вот более старшие ребята делают уже собственные, как это называется, двигатели, можно сказать. То есть, это баллоны высокого давления, это система переходников, которая позволяет вам накачивать их, кто там не на 4 атмосферы, то, что бутылка лопается, что понятно, он на 14 атмосферах. Обычные запрогизировки. Вот. Представьте, 70 атмосфер, что с ней сделать. Ну, то есть, у нас один раз взорвалась бутылка, никому не рекомендую это повторять. Собственно говоря, вся вот эта вот задача сделать правильный баллон, правильные переходники, накачать правильное давление, рассчитать и достичь максимальную высоту. Это уже серьезная инженерная задача, то есть, да, и студенты с ней справляются, скажем так, не на 5. Вот. Ну, задача побить мировой рекорд. Очень просто. долететь такие до километров. Потом у нас есть цередопопробные двигатели. Там уже просто другой уровень, другая задача. Двигатель уже есть. Вот. И поэтому... Но они летают уже до 2,5 километров. Там уже совсем другие технологии. И, ну, стэк компетенции, разные навыки, которые нужны, они одни и те же практически. Просто есть разный угол взгляда на эту задачу. Это классно, потому что ты можешь развиваться, там, начиная с 12 лет, а заканчивая, там, мне кажется, и года к 60. Ты уже будешь таким бандером-профессионалом. Ты можешь постоянно этим заниматься, это реальная наука. Вот. Поэтому ракетостроительный чемпионат ждем всех в следующем году. В сентябре будет открываться запись. В общем, мы поняли, что строительство ракет такой тренируемый навык. Ни у кого не получалось с первого раза. Но, по счастью, можно потренироваться. И потренироваться на довольно серьезном уровне, разрабатывая и систему сбора данных, и систему возврата этой самой ракеты, и двигатели, и корпус, и форму. Ну, и все это, конечно, приближает нас к тому прекрасному моменту, когда именно ваша ракета отправится доставлять роботов для заселения Марса. Спутников, роботов. Всех. Людей даже. Спасибо большое, Антон. Пожелайте нашим слушателям что-нибудь на прощание. Боритесь. Вот. Самое интересное всегда происходит в борьбе с собой в основном. Спасибо.